На данный момент методология управления проектами приобрела широкую известность. Главная причина этого, на мой взгляд, заключается в том, что проекты являются основным средством создания уникальной продукции, а также они являются средством внедрения в деятельность организации чего-либо нового. Кроме того, применение методологии управления проектами позволяет сосредоточить власть, ответственность и ресурсы достижения поставленных целей. В настоящее время методология управления проектами уже очень известна и широко применяется на практике. Эта методология нужна для того, чтобы не просто добиваться поставленных целей, а делать это максимально эффективно, своевременно, в рамках выделенного бюджета, с максимальным качеством и так, чтобы наши потребители, наши заказчики были довольны нашей работой. Надо сказать, что методология проекта управления была известна в нашей стране не всегда. И я, когда сам учился в университете, к счастью, учился в СПОБГАСУ, и поэтому смог на старших курсах изучить методологию проекта управления и ознакомиться с программными продуктами, научиться в них работать. А сейчас я уже вместе с коллегами передаю свои знания и свой практический опыт уже тем студентам, которые учатся сейчас. И мы стараемся делать это максимально эффективно, интересно, не только ограничиваться лекциями, но и преподавать на практиках современные программные продукты, календарное планирование, 4D-моделирование, управление задачами, управление проектами. Мы стараемся организовать для наших студентов различные события, конференции. Также стоит отметить, что деятельность по управлению проектами отличается от повседневной управленческой деятельности. Процесс управления в любом случае является весьма сложным. Однако, когда реализация цикла управления связана с выполнением типовых задач, которые повторяются из раза в раз, у руководителя в некоторой степени больше возможностей для совершенствования процесса управления и повышения его эффективности. А проект всегда уникален и осуществляется один раз при конкретных условиях, сложившихся на данный момент времени. Поэтому у руководителя проекта есть только одна попытка для достижения успешного результата. Применение методологии управления проектами в строительной сфере имеет свои особенности. Думаю, что основная особенность состоит в сложности процесса управления, которая обусловлена спецификой строительной продукции. Например, ее производство требует больших объемов различных ресурсов, взаимодействия значительного количества участников на протяжении длительного времени, а также учета конкретных условий выполнения строительных работ и многого другого. Многие задаются вопросом, какими качествами должен обладать руководитель проекта. Прежде всего, руководитель проекта должен быть компетентным во многих областях, связанных с управлением интеграцией проекта, его содержанием, ресурсами, сроками и прочим. Кроме того, ему необходимо знать специфику сферы осуществления проекта. И, наконец, руководитель проекта должен уметь работать в условиях конфликтных ситуаций и по возможности предотвращать, а также разрешать эти ситуации. В противном случае он не сможет должным образом объединить усилия участников проекта для его реализации. На мой взгляд, это и есть основные требования к руководителю проекта. Особенностью нашего вуза является то, что мы не просто получим управление проектами, а вначале мы создаем нашим студентам очень хороший фундамент, очень хорошую базу знаний и практических навыков работы в строительстве. А уже потом на старших курсах мы преподаем в том числе и проекты управления, чтобы они могли руководить тем, в чем они уже хорошо разбирались. И мы делаем все возможное, чтобы наши выпускники, может быть, не сразу, конечно же, а через какое-то время, после того, как они приобретут уже достаточно хорошие практические навыки работы, настройки, они смогли бы занимать и эффективно работать на позициях руководителей проектов, ну и, конечно же, в дальнейшем расти еще выше в топ-менеджмент строительных компаний, чего я им всем искренне желаю.